папа бипа папа папа папам пум ебать фокусы всем привет с вами я ван грешник и мы продолжаем играть в арена breakout короче побегал поиграл подкопил еще валюты продолжаем с вами пать самые дорогие вещи и успешных тратить на этот раз я решил сделать полный комплект и дорогой брони я посмотрел на рынке и достаточно много это нагрудник не самый дорогой но практически практически вот самый дорогостоящий около 110 тысяч мне в нем понравилось то что он на последних уровнях ну то есть все что на месяц надета шестой уровень защиты имеет это самая топовая экипировка лучше этой экипировки в игре как я понимаю просто напросто ну нет то есть там отличается только материала защиты плюс-минус скачет частично цена что-то защищает лучше жнись живота на грудь отдельно взятые места короче говоря это более-менее тяжелая броня шерифы но мне понравилось просто потому что дополнительно за плечи защищает как-то больше придает массивности но конечно на ноги защиты никакой нет нет никакой защиты внизу живота это косяк то есть только верхушка защищена но самое главное также это самый дорогой шлем вообще в принципе купил ее где-то около за 170 180 тысяч и особо не чеки никаких ни цен не сбрашивал ничего я вижу в магазине беру нравится покупает и все благо форме тико и на никаких проблем составляет также дорогих дорогущие наушники взял в целом это самый дорогой билд который у меня был я еще думал может взять вторую ружку с собой то есть усовершенствовать сайгу или что-то в этом духе потому что основная ружка выступает рпк рпк на 75000 модернизировал взял с собой два сменных магазин также шикарная топовая разгрузка шикарный топовый рюкзак огромный еда вода все это есть три граната м67 регенерационные эти хилочки в ингалятора против газов если что вдруг ну и два полных магазина естественно рпк 95 на рпк 16 рпк 16 оснащен щитом также давал два прицела первый прицел оптический на дальку ну и второй боковой прицел я поставил чтобы прогибать немножко пушку и уже более-менее ближнем бою как-то участвует да вот такая дорогущая история получается шестикратный прицел на полуавтомате я думаю неплохо зайдет все-таки 5 45 на 39 я думаю этого будет достаточно для дальнего боя тем более для хэдшотов очень сильно надеюсь на шлем 6 класс защиты взял именно его почему я вообще хотел взять какой-то шлем и маску к этому шлем почему выбор пал именно во первых он самый дорогой во вторых это единственный шлем который я увидел на рынке который полностью защищает голову персонаж то есть он полностью закрывает голову обычно в шлемах с маской остается открытым подбородок тут такой истории нет тут полностью голова закрыта общая стоимость написано 397 тысяч но это считаете еще без разброса рынка так ты еще дороже можно было бы гранат побольше взять в том числе и дымовые и так далее там подобно 38 килограмм но если я запихаю лучше ну какую-нибудь зайгу во первых ну с барабаном там знаете поставить чисто для ближнего боя во первых мне кажется что все таки в рейды как-то лучше выходить с одной оружкой более-менее такой какой-то универсальный это я понял поиграв с с кс к на но 3g или как там локация называется большое количество раз что проще идти с одной ручкой потому что вторая третья ручка все это уместить в инвентаре уместить во второй слот такая история начинется в но кстати в ортриджи очень-очень-очень даже хорошо поднимать векованы там очень много припасов да гораздо гораздо лучше чем делать это на ферме но вот только боев мало единственное что можно идти в городские карты там да что мы делаем ну а в целом смысл таких видеороликов это накупить все самое дорогое накинуть это на себя и пойти в бой я думаю улучшить сайгу или любую другой дробовик поставить барабан 11 барабан чисто на ближний бой но я так думаю если я это сделаю считаете там будет еще выше 40 килограмм это не модернизированная сайга без барабана ну и рпк-шечки зачем-то нужен такой магазин ведь так не просто штаты их себе взял в таком количестве так что давайте попробуем потеряем потеряем ничего страшного я отношусь к затратам в этой игре нормально ну то есть я пофармил мне вот хочется топовую кибру а зачем еще копить я просто не понимаю единственное что у меня нету это нету пнв вот вот эта проблема я не накопил просто чем я думаю это будет когда-нибудь потом когда накопим уже на полный там комплект какой-нибудь суперски это 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 суперский комплект то есть лучше вот этого по идее нет короче поехал в бой вопрос только в какой бой пойдем не знаю я вот думаю а в какой мы бой идем то потому что в тактических операциях это простая битва там в целом одеты кто как то есть очень много может быть игроков одетых ни во что в зона блокады хороший лут но идти на нордвич в зоне блокады как бы вам это сказать такая себе идея если я иду в соло идти в городской меня там сметут с двух сторон потому что в этом коттедже с двух сторон спокойно все пробегается и так далее все это будет чисто на реакциях и там скорее скорость важна не бронированность на ферму идти а на ферме лута практически нет хотя если я выступаю на пойдем на ферму пошли на ферму бы зайдем почему на ферму потому что я все таки выступаю больше в данном случае как охотник и буду стараться сражаться с потенциальными противниками не избегать этой видео да то есть мне интересно насколько сильно хорошо хорошо выдержит броня мне вот это первую очередь интересно и любопытно поехали поехали посмотрим может команды с какой-нибудь зайти давайте пойдем сходим с командой ну чтож фирма блокада 5000 колонов берут за заход я уже к этому привык я в нортридж так бегал и вот целая команда под какой же щит маленький я в бегал уже с одной рпк шичкой но в более дешевом исполнении чисто было интересно посмотреть как сработает щит ну как могу вам сказать он малюсенький малюсенький от шальной пули он спасет но от меткого прицела ясно дело нет ни хрена причем большинство игроков уже профессионалов она целится в голову и недаром в голову практически все если голова не защищена все на вылет смотрите какая экипировка у наших союзников и какая какая на нас в основном в основном в среднем я замечаю два типа экипированных игроков это первый тип это вот что-то около 30000 практически без брони без шлемов потому что все так как подбирается до ох нихуя тут обзорка да вот эта песня ебать прикол подожди я просто машина ты вызовы я перепрыгнул я первый я еле еду какая жесть мне кажется я просто должен первым здание уходить я думаю я не пробиваем и в этом а есть а тут есть в продаже саперские костюмы ну такие знаешь огромный огромный толстый толстый бы хотя если такое было это было бы имба я думаю в таком бегали бы самые топовые игроки ну типа просто накинул идешь и и похуй капец мне кажется я просто вот так должен идти по улице мне должно быть насрать вообще на все данном случае не очень не выглядывает все хорошо сейчас разочек выгляну хотя мне кажется этот шлем все-таки не так хорошо защищает как казалось бы на 1 тут же а я знаю что за прицел положение я как-то слил игрока у него свд по моему был с таким прицелом вот тут в доме иногда тут сидит вроде как вроде пуст куда идем куда идя они лутают виллу ну вот эти виллу туда подожди 4 убежал уже мы пойдем 4 я я думаю я такие катки буду полностью записывать да давайте полностью записывать такие катки как же он долго входит в прицел эргономика конечно страдает страшно но пойдем за ним что еще делать как четко я слышу звуки от потому что наушники шикарные прям реально шикарно наушники ну изоляция в этом шлеме будь здоров то есть я слышу больше звуки своего персонажа нежели какую-то пара по природное это у природные условия и вы наверно тоже ну что у так давайте лутать все подряд я почему в первом видеоролике сказал что не знаю что у так потому что на мне по идее это экипировка бомбезная и с такой экипировкой как по мне проще на игроков охотиться нежели простой луч подбирок да не помри только блять красавчик просто я подумал снизу кто-то это делает я серьезно подумал что это кто-то делать с блин вообще молодчина пацан смотри ушли вот это очень любопытная вещь ушли мы ушли мы реально есть ты привет я танканул целый рожок я реально танканул целый рожок пиздец вся броня просто выдержала вся прочка улетела это очень это круто мне нравится офигенно просто офигенно еще офигенно то что остается вот такой след на шлеме я весь пробитый но меня спас на грудник очень спас грудок смотри жалко я не могу купить инъекции которые позволяют стать персонажем но это просто жесть надеюсь там медикаменты останутся персонажа я я подумал он внизу я по отзвуку гранаты подумал внизу просто он гранату вниз прокинул я подумал кинули через окошко но оказывается был наверху уже поздно и проект понял да 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 здорово спасибо молодец красава просто мощно вот это прикольно вот это то что у шлема такая коцкая появляется реально к вам не нравится просто топовый броник просто топовый интересно сколько он еще сможет выдержать что любопытно я не могу встать подожди сейчас 5 секунд сейчас 5 сек я пытаюсь 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 а все перебил красава он должен долечиться потом станет папа но на одну ногу все до свидания да не лута не лутай дай аптечку аптечку у меня минус нога так где аптеке не туда все забрали куда что открыл то блин мне бы нужны припасы медицинские да у меня прям беда бедовая если не так много взял у меня надеюсь он хирургический пакет да спасибо большое так спасибо огромное спасибо молодец но знаете выдержит такой рожочек в упор это мощно вот 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 это чувствуется выживаемость вот эта выживаемость чувствуется у меня еще был шлем недавно в катке 3 4 защиты и в нортриджи снайпер по голове дал и причем и танканул прикинь я танканул пуля по касательной прошла минус 20 прочности у шлема вышла а прям слышала там че пролетело прикольно было но мне теперь кажется что моя броня не танканет то есть я потерял практически всю прочность еще в нагрудник бахнуть все до свидания больше половины грудока светила можешь переключить мне пожалуйста прицел до пизда мне кажется проще полуавтоматику рубать на дальний бой я думаю так легче и вот здесь скорее всего тоже проще делать вот так чем ебаться с этим переключением я еще развернулся спиной понимаешь чем проблема я бы наверное так там танковал если бы спиной ты не разворачивался ну давай бы это бот это бот 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 ну дай хоть подберу что-то я не знаю счет как-то сильно шумят надо что-то выносить из этой катки правильно вот вносим выносим тут особо ничего драгоценного и даже если мы пойдем в сторону фермы ну там в сундуках ну что может быть ну оружки по двадцатке но это очень редко чтоб по 20000 оружка была эта редкость большая больше половина да попробую потратим не у меня такое ощущение что нихрена никого не слышу а пусто ладно я сосредоточусь накатки давайте как вот эта штука наш ними мешает окно я думал она будет шире она оказывается прям узкая узкая обзор конечно это очень сильно закрывает есть такое дело как же я медленно двигает а просто жесть это просто же давай ладно восстановить и отмена это же восстановление кп у меня на выносилось нет ничего нет ничего нет нет ничего на выносливость давай противобойная выпьем пока живем пока нормально дадала по центру поле стоять и пить воду почему бы и нужно подкрепление все бегу 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 прям идем в самую жаревню самую жару нам надо друг других игроков сливать с других игроков вы поны подбирать мне кажется по-другому я здесь ничего не забил если хочешь зарабатывать но вторич надо идти там патроны до телестанции там еще есть сверху в доме в самом тоже припасов до хрена слушайте вот с этим прицелом гораздо удобнее чем страдать надо что-то ставить четырехкратная уже видимо просто привык на скаиску четырешка трешечка ставится четырех кратко по стандарту cvd тоже побегал немножко чуть-чуть совсем ну ладно давайте лутаться тут много игроков которые сидят и ждут после первых шагов то есть слышит первые шаги и начинают ждать вот теплак бы сюда было бы интересно вот припас пошли вот этих сундуков очень редко что-то можно годное выбить очень редко зачастую достаточно дешевые материалы вот 1400 я могу брать все у меня бездонные карманы вот с этих хорошо можно заработать пошло-поехало ну да нет не везет пока что по соточке двадцатка сотка давай забираем тоже 40 игульчатый игульчатый неплохой игульчатый очень даже неплохой боеприпас для дробуша вот здесь есть сундучок с краю очень много на ферме отыграл более-менее знаю где здесь расположен а нет с той стороны значит более-менее знаю где здесь расположены сундучки подожди не понял с какого хрена а где в их а вон там выход этот все как же обзор мешает это жесть но мне нравится вот эта трещина справа очень круто сделана очень мощно смотрится весьма симпатично согласитесь вот еще сундучки там за решетчатым этим если я буду резко молчать это значит я вслушиваюсь если что вдруг я вслушиваюсь в игру так это что это бинтик это нам надо вот он вот проект сундуки говорю ну надо лутаться надо прям полков блин так ну дай что-то годное просто ну реально уже ну fall ладно fall нормально более-менее пойдет аэрочный магазин никто не то тоже поднять ну вот винтовку запихали и что у нас здесь давай смотреть почти заполнено так надо было взять индексу на переносимый вес да чё-то я про это не подумал вниз можно спуститься тут по моему должно быть тоже что-то тут ящик с инструментами изоленту по сути по сути мне можно вообще все брать с такой с такой сумкой вот без разницы главное бери все вообще все пешком дойдем по хуй 5 соточка 1000 давайте минимальная цифра это будет пища за предмет потому что ну дешевле брать у меня таких предметов до хрена они убежали уже молодцы до масочку бы хотя бы иногда эту снимать но функции такой нету это несъемная маска где они все акцент одного одного слили уже одного слили и нас бы тоже сели если бы не союзник причем слили зеленого тот кто спас откуда ты с правой стороны вот оттуда били не знаю в доме не в доме нах ты это делаешь я теперь прицел переключаю мне можно спокойно зажимать ну как бы о да отсюда прыгать хоть бы не разбился а по хорошо ну 40 килограммами знаете любой прыжок это пиздец этого мне не пять килограмм но она там с той стороны за текстурой а наш где понял что делаем то куда-то все прикрываю иду прикрываю что-то я красного не вижу в этой зоне с обзором прям беда бедовая в таких катках разговаривать не надо потому что я разговариваю я перебиваю звук в игре то есть я сам себе делаю хуже этим самым подожди надо покушать это бота сверху бота и игрок пробежал видимо рядом с ботами потому что вот заорал все покушал мы молодец поехали жажда ну даём и а вода все серьезно ты целую бутыльку а я буду не взял с собой да я я охуеть я молодец так мы куда идем то блять что-то что делать я с одной стороны и бросать не хочу я хочу прикрывать другой стороны как бы махаться а фото то давай прикроем бросать их не дело до жажды далеко не бегу нужна вода там в мотеле по моему была вода где-то не реально либо я его потратил либо я забыл взять с собой будто так быстро тратить мне казалось что я брал с собой воду ведь так надо посмотреть потом повторе уже из головы вылетела ой как в этом шлеме душно это просто пиздец это даже через экран передается вот на него вы не поверите как какая душнота в этом шлеме ходил вот этот угол обзора это жесть ты себе так загнанная в этих углах чувствуешь это ужас как же он как же он тяжко идет явно мне кажется надо облегчение немножко и взять специальный баб который увеличивает переносимый вес на смотри вот он прикрывается но вот как не прикрыть не однажды команда попалась прям в четвером идеальнейшая но рандома прям четвером идеальнейший просто ходили а где красный его сняли не он сбежал то есть мы идем в зону эвакуации на но вот такая какая-то катка то есть был один момент ничего такого сверхъестественного не было но в целом если я починю шлем вот эта штука же по идее должна уйти да так мы пойдем наверх да не делай уходить еще 18 минут да я с такой с такой скоростью вряд ли уйду еще жажда вдобавок считаю по холодильник учитывая то что он открыт ну хотя бы давай сгущенное молочко жажду то вряд ли восстанавливается скорее наоборот еще больше пить хочется да а минус 55 зато сундук никто не тронул а чё так с боеприпасами нет для хранения давай открывать о пошла жара кого снится он снес бота видимо но нет тут уже условия такие что лучше сейвить сет пожалуй все иду 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 когда разговариваю совсем непривычно вот так играть но просто в этой игре очень ценится тишина ты слушаешь когда ты не видишь ты слушаешь тем более на таких рангах вот в этих катках именно не в простых простых то ладно хрен с ним не все на серьезный щага нет таких серьезных щах становится старается гонять старается слушать шаги и подкрадываться медленно прокидывать гранатки сидел иди 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 все хорошо все хорошо спасибо спасибо состоит прикрывает молодец пошли 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 у меня еле идет у меня 50 килограмм счастья страдания это это больше на не на защиту похоже страдания вот реально проще когда у тебя вот вот что-то такое как вот у него как бы есть какая-то броня знаешь она может защитить от шальных пуль от шальных попаданий от половины там рожка может быть горем пополам защитит но не защищает от чего-то серьезно при этом у тебя сохраняется мобильность достаточно долго быстро четко может передвигаться и все хорошо видишь здесь очень сильно вот первым впечатлением очень сильно проблемно с обзором очень сильно проблемно с обзором это ему в дом надо хорошо что я в нордрич не пошел вот тут реально надо сидеть в домах как на ферме и отбиваться просто с добавиком 37000 на 37000 этот чел нас ругал в броню то есть качество ремонта высокая качество ремонта низко 15000 ограничение 23 ограничения 13 давайте сделаем конечно высококачественный ремонт за 37000 дорого-дорого ничего не скажешь и шлем в половину был выбит но тут уже прям да у меня по-моему нет да все кованы кончились понимаете кованы кончились надо все это дело распродавать короче давайте обновляюсь и едем следующий бой ну как бы экипировка у нас висит правильно правильно поехали ох опять пошли поехали короче все починил я нашел кованы я починил все что нужно я сделал шлем сделал нагрудник все сделал как надо взял с собой инъекцию одну штуку для повышения веса потом когда будет жесткий перегруз и вдобавок ко всему немножко по хилу подправил и набор подожди я взял хирургический набор или нет бля я не помню он да по он положил воду взял тоже купил взял купил еду еще немножко все так вот о а нет него не 4 лову я подумал он человек с м к и тоже на четвертом уровне м как стать недорогая м к недорогая если раздела карабинов а вот у 2 по 90 редкая тема не часто встречаешь его бою по 90 очень редко вижу я решил поменять прицел я поставил 1 кратку тут все таки какой-то средний ближний бой особенно меткости то я думаю мне не надо с такой броней с такой защиты ну и сами понимаете когда у тебя вот такой узкий обзор и еще в глаза он бросается огроменная оптика шестикратная это вообще ни разу не весело да конечно или потеряю в точности потеряю в дальнем бою с учетом того что у меня очень хреновая мобильность я еще и в проигрыше буду в дальнем бою да но у меня щит у меня броня я вот чтобы союзников прикрывать буду где-то на в упор стараться проходить заходить первым зачем не тогда глушитель спрашивается но сами знаю но это все вот пожалуйста удобный прицел где у пацаны лево я иду я иду надо лутаться надо искать хоть что-то чтобы выносить вообще вот например ящик с орудием они верху я знаю комнаты с ящиками тоже лутают целом делают правильно мы оказывается уже в большом доме пистолет хуй с ним бери все у нас все в целом поместится давай у нас тут такой инвентарь тут что-то не брать мне кажется наоборот ошибка кто-то идет пусть идет еще гранаты не реализованы мне кажется первым делом надо пускать гранат куда кто-то подходит в обычных катках круче в обычных катках плане махача гораздо круче потому что нету посиделок тут реально я именно про ферму локацию говорю я говорю в целом провод этот режим игроки за за свою экипировку сильно боятся поэтому я их понимаю поэтому сидят есть прям такие игроки кто будет куда по до талава вот до последних минут они просто сидят на 1 то они вообще не двигаются они берут с собой виду воду юкиду воду и сидят на одной точке все вот есть такие игроки я попробовал так поиграть на норд-риджи на у выхода у выхода у выхода у выхода мы не знаем прикол в этом я понимаю какой типа поджидаешь уже облутанного игрока он тебе идет как же медленно бегу это жизнь он к тебе идет ты его ловишь и сразу готовы у тебя то есть но смысл в этом если одолеваешь конечно же да здорово да да пиздец я тоже ты и ты не поверишь да это жесть я еле иду town вот бокс появляется серьезно а я не знал что там валяется видимо ничего так толкового раз ты облутал убежал у него вам шлема нету а нет что то есть смотри-ка что-то большое но здравствуйте хоть что-то нести надо поэтому пока вариантов нет берем все я слышу снайпа работает по звуку не знаю какая она явно не мелкокалиберная считывая два больших пау-пау это понятно нет очень тяжело очень грустно себя чувствуешь я знаю почему такое ощущение потому что я очень много бегал достаточно легкой брони и тут резко первый раз по сути накидываю на себя очень тяжелую я себя чувствую очень приземленным я чувствую себя защищенным но не в смысле защищен что как бы неуязвимы смогу танковать до несколько там попадая понимаю что ну танкану полу рожка но если игрок более-менее грамотный то ты полу рожка быстро испаряться смотрите магия пацаны бах бах не знаю зачем это делаю просто по приколу мне кажется я немножко переборщил подожди босс да плохой . хоть босс хоть absos я захожу пацаны все я пошел надо было с бедра это делать сколько осталось почти пусто похуй перезаряжать надо делать это с бедра с бедра проще выбросит говно сколько стоит 25000 все это мое плюс 25000 согласитесь красиво было симпатично мощно у этого что пятнашка ну вот еще и пятнашка прилетела не помещается у его опасно так наверное стоять дэй сайгу да пока тишина и вроде никого не слушай ну вот и все вот и постояли перезаряжать уже я не буду целый рожок ладно смысла в этом не вижу град конечно улетели в пустоту по сути не раз я распугал я навел навел панику в рядах ботов все в порядке но как я с прицелом мимолетом пуску мимолетом ебанул это да это это я сам охренел немножко лучше и лучше вообще без прицела стрелять она так меня как-то и не знать чуть-чуть я не напрягу лучше стреляй без причем без прицела чем с прицелом хрен его пойми не спрашивайте нашего сли подожди нашего слили нет попали по моему у меня только что выстрел был сделан и вроде как он попал куда-то но не факт ну давай поехали может все таки зарядить барабанчик ты дай-ка я все же заряжу вроде у меня что-то там было этого конечно не хватит но мало ли всякое бывает знаешь никогда не можешь быть готовым ко всему я просто так закину патриши сюда на видит этот где-то внизу она видит и так тишь я ключи для фермы не взял никакие я молодец так я возьму эту брызгалку я если что прыстну кому-нибудь в лицо но ты себя в этой броне чувствуешь частично неуязвимым хотя это не так 75 и 75 и как сильно ремонт коцает броню то есть лучше все таки несмотря на то что бронь к хорошая дамаг не получше ебать там прикол внизу все поехали вниз надо помогать мне не вариант тут шарахаться не вариант где вниз спуск еще вы помните я вообще не помню где спуск вниз именно в подвал он с правой стороны так у меня перегруз ничего страшного пока держимся пока живем пока все сказочно все понял где пока полу то ящики там усовершенствованный сундук есть может не учет валяется радио давай не знаю вот мелкошку подбирать это знаешь мне вот куда надо идти вот внутрь в в этот как же он называет вставлять в отель в отель надо идти там очень большое количество мелкого лута и вот такой рюкзак мне кажется мелким лутом надо забивать мелким лутом рюкзачок забила пошло в упорок по 3000 на 60 килограмм охуеть о прицел за 6000 вот я его второй раз нашел все чуть-чуть вот теперь нет у меня грузоподъемности ползем help help лох это вот был ебать приколдесы а это дым надо то вот тоже ботик ботик больше половины о боже напугались обосрался я разговариваю я не все звуки слышу вот реально не все звуки слышу за того что я разговариваю я стараюсь достаточно громко разговаривать не было четко слышно дайка полутая сундук вот так у окна стоять тоже в открытую не стоит блин мне нравится эта экипировка я чувствую в ней себя абсолютно уверенным но как же я чувствую себя тяжело вот вот реально это ощущение чажести она абсолютно не покидает тебе это может через экран это непонятно это надо попробовать когда-то это про вот даже слышно как у наступает послушайте он очень тяжело идет но это понятно 60 килограмм это охуеть как в это это логично но в плане ощущения это совсем по-другому одно дело понимать что он тяжелый а другое чувствовать то что он тяжелый кстати у него там от калашникова магазинчики можно было бы разрядить и заполнить магазин полностью потому что у меня там магазин как раз таки под калаш патрыш от калаша я воду попил не красава так он между прочим ты понимаешь что я так не смогу сделать для меня вообще прыжок это что там невероятная я думаю пора использовать эту штуку но я бы не сказал что это что-то прибавило потому что у меня слишком огромная грузоподъем на сейчас слишком маленькая грузоподъемность как будто бы совсем по-другому играется вот серьезно совсем другие ощущения если никогда не пробовал попробуй вот этот сет играется по другим по другим вообще параметрам ты идешь те как ты торопиться знаешь как то не хочется ты вот каких-то опасных открытых участках казалось бы вот это опасное место то есть тут прострел вот с той стороны так тем более я иду спокойно и мне похуй хотя так то делом пробивной снаряде голову там не снесет вон там стоит товарищ наверное охуел от того что у меня за броня висит а это босс это же боб как же блять зоны обзора просто отвратительно но это был без закипровки либо либо бот она все положили на это бот скорее всего я посмотрю даже где он на очки очки топовая я не вижу нихуя вот такие вот дела обыскать до ботик ты подобрать сможешь мне не может а чё так вроде подбирается это билд для того чтобы таскать на груднике зато патрыш у него четкие вот как раз еще подберу разгрузку для простого лутания очень странно конечно копить на экипировку топовые в этой топовой экипировке лутать простые предметы не правда сколько у меня больше половины нужно все хорошо еще мудрое решение то что я оптику убрал с оптикой вообще невыносимо с оптикой еще на еще пол экрана закрывает сам прикол то что я до битв не успеваю либо союзников сливают либо они сливают кого-то я просто по скоростям не могу если подбирать все мелкошки в доме так то можно если ощущая больше игроком поддержки в данной экипировки данной сундучок да я добегу добегу мой сундук мой 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 все дайте мне кажется шлем танканет два попадания 9 66 килограмм я скоро до максимум дайте скоро просто встану на одном месте не буду никуда идти дай-ка я поем а мне я бы уже есть захотел серьезно пиздец же 60 килограмм на себе нести то вышел как как-то умудряется с экипировкой есть вперед руки выставлять так ну папе и давай жажда да чуток костный хуя себе такая вот принять а как он пьет у меня вопрос и т4 что это 4 капец как эти доски не ломаются да он прыгает на вопрыжках только мечтать нет все же я за более что я прикрываю плевом я за более сбалансированную экипировку потому что вот это ну слишком слишком тяжко шлем вот даже ладно на груднику нормальный грудак то нормальный я бы шлем поменял я бы поменял шлем поставил бы другой и более широкие глаза вы поставили потому что ну вот это прям жесть да я вперед выйду на блять на воздух получи озоновый слой вокруг врага уничтожая я не знаю мне просто захотелось выйти как фильме рэмбо я вышел как фильме рэмбо меньше половины правда лучше так не выходить ведь по сути каждая коцка на моей броне это минус деньги в чем не маленькие а рано или поздно вообще броня сдохнет так что лучше чисто с прицела работать по моему попал хатшотик как же сильно несет пулемет где вы а где еще 4 где а 4 4 все 4 кончился что вы там делаете то вы утонетесь ладно пусть лутается удивительная 2 катка и успешно по крайней мере пока что мосинка вот взять взять такую же броньку шлем попроще в котором будет все гораздо лучше видно и слышно не будет такой звука и тут и звукоизоляция еще сильно это тоже как-то как-то тебя прижимает к земле что и надо было с того чего с калашами подобрать же патруши на надо было заполнили бы магазинчик у меня то хватает но все равно сейчас нету перезарядки ведь так или валяется давай папа перезаряжаемся вместе а что нет что ты делаешь а тут лут валя о сказка о процессор там лежит ёбан от хлебаный о о 15000 блин 4 кило ну хорошая бронь ну конечно убитая в пламин поэтому проще взять калаш не поместится поместится еще как поместится разрядить во первых во вторых поиск сейчас они убегут а я тут на лутаюсь хилка нам нужно вот по килограммам скинули телефончик прилетел еще хилочка пошла ну и берем и разряжаем и красота и вот и патриша для нашего огромного магазинчик пошли полевой хирург нам надо разрядить принципе нам это не нужно здесь в данный момент сейчас все красота выбрасываем выбрасываем загрузку можете забрать себе мне она не пригодится подождите пацаны я тут делом занимаюсь у меня очень увлекательный геймплей охуеть он встать кстати не может во время перезарядки надо было сначала встать потом перезаряжать вставай пошли танк идет поехали а еще лутаетесь да а тут оказывается топ лук был поиска с очка о м очка но разгрузка офигенная блин да просто возьми да выкинь все она убитая в хламе часовой это часовой нет ни охрененная разгрузка разрядить патриши что за патриши 556 400 за выстрел гибать бабла забираем конечно вы что поднять 400 за выстрел этого мне хухры мухры а это союзника что ебать ладно союзник что поделать вернуться ему хотя бы патриши правильно поможем союзнику если что иду 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 а вот уже не иду видимо стал ебанул и поехали с двух сторон по моему справа и слева ну вот и пошла жара давайте где тебя коцнули показывай сейчас я выйду сейчас меня сметут нахуй на боты какие-то баботы походу на тебе подарок пусть это бота это бота но по-моему всю катку ботов выносим но это были игроки только что передаем получается здесь союзника положили ну слушай есть что-то в этом такое да и интересно вот такой снаряде интересно по-другому интересно совершенно но тяжело это тяжело это не в плане того что это трудно так играется но и в этом случае тоже это привык привычка требуется мне лично для вот такого обзора требуется привычка я чувствую себя не своей тарелки но вот это честно реально чувство это надо попробовать попробовать накопить попробовать так поиграть снайпер дайте хоть до кого-то дайте я уже включу прицел наконец-то нормально постреляюсь менее половины может фуловый загрузить меньше половинки меньше ну то есть 50 есть да нет 40 это около 40 она давай гружу новый уже не выкидываешь их нет пока нет отлично за мной же я бы с радостью я стараюсь и реально стараюсь за тобой ну прям максимально надо еще взять лекарство которое дает дополнительную выносливость сверху этой скорость становления количество выносливости увеличивает вот эту тему вот вот этот билд обязателен обязателен на такие вещи просто пиздец замечен враг эти патруши кстати которые подобрал это больше для опа что за дым оранжевый это больше для союзника это airdrop это больше для союзника то есть союзник обратно этот лук получит себе все я не а я ползу я ползу за всех сил ползу давай смотрите airdrop а с airdrop а когда как падает иногда прям тоже на самом деле гавня о энергетический батончик как хорошо у меня есть в инвентаре энергии как мало восстанавливает пиздец я думаю ребята а я палом вот эту часть уже у лукал тда но к 1 брак нет смысла ай давай не буду на второй этаж подниматься и тем низу подожду а просто 5 секунд пешком молча идет посмотреть это жесть до выхода это прям до секундомерщик ну чё ты там я не хочу бросать вдруг что но то все с бота надо было потому что подобрать патреши не самые дорогие но причем я использую не самые дорогие то есть не полностью бронебойные я сделал хитрость я в начало рожка поставил 10 бронебойных каждый бокс даже так вышел достаточно дорого а сверху уже залил средний по цене даже средних по цене требуется же ну не 30 штук требуется по 95 каждый рожок прилично выходит дорогой боекомплектик чтобы вот это лишний раз не перезаряжали бою я взял с собой три рожка все все я тебя и жду я стою жду тебя поехал вместе в катку зашли так вместе выходить получается хотя как поехали я иду ты есть пиздец да с бегом прям большие проблемы на танкую это факт я что-то могу танкануть это хорошо это дает мне право где-то развернуться где-то выстрелить и все в таком духе это мне право дает это прекрасно но блять какой же этот шлем до последний слился он пишет последний слился жаль очень жалко на что поделаешь такой бывает идеальный рейд 111 тысяч мы вынесли ну потихоньку по чуть-чуть но по сути окупаем это вложение и ремонт окупаем главное не упасть окончательно вот вот это самое основное прикиньте оказывается игрока слил но во первых премиальный контейнер с оружием до близкий контакт с расстояние 10 метров сверху то есть я слил двух игроков офигеть это были как они по ощущениям как будто выглядели ну ладно ох вот у нас чуть-чуть груди на после предыдущей катки но это не столь печально несколько но я не купил они полить подожди не купил для веса и для к и ладно насрать для регенерации не купил хилки для веса можно было бы долго катку ищет в пнв мне попадались противники вот не писали там комментариев постоянно попадаются игроки с пнв не попадались тоже одно дело одно время а потом резко прекратилась эта история его в нордридж такое бывает что в домах там сидят с пнв или в горах сидят пнв но это тоже не так часто уж сильно прям встречается чтобы насчет этого паниковать а тут городская карта капец там двухстволка у человека посмотреть ну кстати плохая двухстволочка если он попадет то с дабл выстрела если пулевой топовый боеприпас дробовика то это будет свидания четвертым леву полом так точно я брал улучшал базовый дробовик классический делал там этот магазин на 10 полом да там можно поставить стоял магазин на десятку и свал оружие причем эти ружейные пули по-моему достаточно дешевые по 500 до не ошибаюсь у меня поправили в комментариях если знаю по 500 кованов вроде стоит боевые пули для дробовика что это это зажигание это шланг 900 рублей знаю что есть еще все больше ничего нет ну пошли по он где-то здесь либо слева либо справа тоже есть спавн игроков там у человека в чате вопрос возникает резко на хуя т6 до вопрос тоже хороший у меня у меня тоже очень хороший вопрос на хранами т6 здесь уже но мощно мощно что это он калаш надо подобрать или по-моему это на 7 на 62 не 5 на 54 посмотрим сейчас по этому на что это у нас трешечка утрешку подбирать не хочется я здесь за четверочкой не это по моему 7 на 60 до походу да может хилки есть энергетики ревада есть и бейсбол я возьму до 72 на 39 вот тут между прочим вот здесь лен вот здесь в этом доме есть пачка с гранатами он говорит что ты стоишь я здесь болят коцнул как больно подожди это вот союзники где дай-ка я похерюсь на всех пожарный мало ли мало ли боеприпас только перешли по моему вот здесь вот сразу же с правой стороны вот тут в углу стоит если я правильно помню вот тут нет нет смотри-ка нет ну и поехали блять ну выйди бочек выйди 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 да так проще так гораздо проще сколько больше половины похуй все четко вот в этой броне себе реально живучим чувствуешь хотя по сути пока особо толком по мне и не попадали если уж на то пошло но тут он по факту особо по мнению кто сильно жестко не стрелял только самой первой катки эта история была мостинку брать не буду в этом смысла не надо достаточно дешевая разгрузка третьего левела тоже бессмысленно а вот патруш я подхвачу ну и набор медицинской помощи тоже чтобы просто не покупать как вы видите достаточно много мест надо идти к союзникам надо бежать все побежали все живо нет не все живо подожди хуела так я понял к тому дому они окружили на него кроме давить его сейчас будут все бегу 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 как смогу бегу но как-то я иду я иду я не бегу я иду держись бля просто держись тут нет выхода с забора пиздец бля держись как только можешь я не знаю за что за что-нибудь тут выхода нет единственный выход это с краем там по-моему через забор можно сигануть но не с этой стороны вы не с моими доспехами мне кажется по моему его все забрали до ебать сейчас в приколе подожди мне бы валить по-хорошему сейчас спину пролетит и до свидания ладно где там выход прямо впереди то есть моя задача просто топаем вперед просто хлопаем вот все бежим красиво в сторону выхода нормально этот рожок можно потратить на ботов второй рожок тратим на игроков все хорошо если они меня догонят будем ну обороняться как-то я не знаю вот в этом доме запираться мне кажется бессмысленно я думаю что у кого-то гранат когда найдется после одной успешной осколочной гранаты вот так но думаю наша оборона перерастет печальная история я просто по приколу раз есть fire сюрприз кину это по моему игрок не факт вообще был живучи достаточно похож на игрока мне кажется это игрок долго стоим на одном месте пиздец как долго стоим давай 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 быстрее это уже игрок их могут быть вое ебать фокусы броня охуеть я танканул гранату лицом вы понимаете я в аху если честно мне граната на стол вот сюда прилетела она ну прям прям вот рука расстояние руки он танканул гранату лицом танканул несколько снарядов и остался жив охуеть слушать это мощно вот это реально чувствуешь броню вот реально чувствуешь бронь и реально чувствуешь что ты не зря копил и потратил коины может это моментами конечно понятное дело что у них толком вряд ли по боеприпаса мощная но все равно сам факт капец хорошо хватило медикаментов еще один был мощно согласитесь склад какой-то получается какой из этих заполнен больше я не помню стоит перезаряжаемся но чуть-чуть минус 2 а бежать-то далеко 26 минут еще будут подобрать вон с той стороны снайпер стреляет по моему но я уже не оттанканул еще одна такая гранатка и все финальная будет так можно как-то ты в порядке очереди же их подбираешь правильно я хочу вот это на первое место поставить вдруг он ее первый перезарядит этого просто не знаю касаемо этого я не в курсе хирургический наборному сейчас об обезболивающее убухнем жажда вода нормально пока еще живы давай подойдем рискнем но этот товарищ у нас с калашматами кажется не так уж стоит калашки подбирать по 9000 смотрим ой 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 ну хотя бы так не повезло давить не повезло слишком быстро бежал извиняюсь ничего личного минус 3 получается охуеть мощная вещь так давайте я лучше сделаю вот так здесь просто не очень безопасно это делать этот я сниму а потом уже на более-менее какой-то дистанции буду работать с этим я так понимаю это из одной команды ребята да скорее всего это что-то с предметами до силиконовая трубка оставлю и тебе не нужен у этого товарища что это уже четверочка это мы забираем десяточка можно взять но не факт жетон на 1000 давай заберем золотую руть какой-то поднять слышу бежит тот с правой стороны сверху не сверху а ну понял о товарищ самое страшное для меня сейчас это снайпер то есть вот любой снайпер встанет куда-нибудь все мне против него работать не вариант у меня все ближний бой ближний средний бой вообще в идеале ближний против снайперов я никак сумочку еще с собой прекращу на что плох неплохая сумка вполне себе не что-то может поместить так это товарищ пустой получается этого лукнем потом опять же отходим к уголку смотрим больше половины четко стоим во пошел снайпер дает снайпер он сюда идет между прочим он оттуда еще стрелял он сюда идет я его там еще услышал ну хотя бы что-то появилось неплохо достаточно популярный боеприпас как вы можете заметить поэтому нет проблем с пополнением во время боя да он идет он ближе и ближе но пусть идет плюс еще один будет так подожди что не так почему не может зарядить все заряжай красиво так медленно не торопясь спокойно свои дела решаем не торопливая игра мне кажется на таких доспехах должна быть вот такая убежать я никуда не могу там впереди перекресток на этом перекрестке скорее всего идет и махач потому что там заход в ферму в мотель и стоит с той стороны могут быть противники на перекрестке стоят баты баты меня спалят тут либо по углу карты идти а там опять же переходить через мотель меня там услышат мне 612 метров надо пробежать меня на это надо 10 минут ну примерно 10 минут наверное мне на это понадобится но вот и все патриш пригодились считай экономия то есть я на этом сэкономил то есть ты здесь и 20 я на этом сэкономит о том что подобрал с него патриш это хорошо еще помимо этого сам лут принесу и место освободил прекрасно жаль нет авто сортировки по инвентарю него патроны средней цены одну используя союзника трогать а это союзника грудак блин я конечно я донесу пусть союзник обратно его получит как бы мне не жалко поможем союзник но если что-то подберу я выкину говорю как есть говорю честно вот несмотря на то что это 3 катка для уже более-менее привык к этой броне я примерно понимаю как она работает как же как и представляю какой дорогой блять как быстро она улетит это броня танковать танковать танкую все прекрасно но посмотрите вот эта прочность она будет уменьшаться 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 лучше бы я здесь не лутался сейчас ни до чего хорошего это не доведет просто напросто не доведет и уверенным сильно в этой броне быть нельзя потому что мне кажется что все таки четкий снайперский выстрел два раза в башку приведет меня в состоянии не самого хорошего момента этих ребят кто-то покрошил вопрос кто то вот у него вот моя снаряга извини союзник но тут как бы да подожди у него что четверочка надо брать о очень невнимательно товарищ поступил слишком спешил статка сотка за одну газировку я выпью все мы короче говоря сейчас облутываем его идем на выход совое свернуть нельзя да печально нет нельзя свернуть что делать в на деталь наверно выбрасывать правильно подожди я могу я могу же в неё до положить по идее предметы не может до болинка может как-то и вот вот это вот так вот чётенько красиво еще песня 4 лэу подбираю все даже по цены пусть будет вот с таким шлемом я по-моему бегал он трешечка о ключке 5000 нет это отдельно берем прощай прощай но по-моему тысяч стоит да там свернуть поместишься все я готов по луту я красивый можно уходить пал я уж брать или возьму а все до свидания все выбрасываем пизда блять просто ни за что минус 1 наверх пошел давай братуха живи просто живи за всех за всех кто смотрит этот видос живи блять ну какая шляпа ебаный в рот надо было просто ждать он сейчас зато хорошую снарягу подберет что я могу сказать по поводу этой брони броня хорошая единственное что я бы поменял это шлем реально поменял бы шлем потому что ну с шлемом сами видите проблем достаточно большие в плане обзора и он сильно звукоизоляцию дает несмотря на то что хорошие уши мне кажется что все таки он как-то подглушивает звук не такой четкий у меня есть более дешевыми ушами вроде как звук был ну получше моментами так в целом проявил себя очень хорошо и пулемет тоже прекрасно себя в целом показал наружку это уже под под себя конечно подбираете в любом случае но пиздец ну четко повезло пацану он молодец то что он прыгнул если бы он не прыгнул да это был бы все конец а так он сейчас унесет лута на 300 тысяч спокойно причем там даже больше там же еще в пулемет по сути тысяч насколько на 75 ну на аукционе наверно дадут 80 90 короче 5 500 тысяч он вынесет но если если дадут если он переоденется и понесет все это дело конечно а так что могу сказать мне понравилось мне реально понравилось это выглядит прикольно но тяжело тяжело в плане он тебе реально очень тяжело чувствую тяжело передвигается все такое прочее надо чуть-чуть облегчить конструкцию и все будет заебись я очень сильно спас шлем опять же дайте козу подубавлю чтобы подытожить меня очень сильно спас шлем в конце самом конце сейчас вот опять же пролетело я пережил два коктейля молотова получается несколько попаданий с пули с левой стороны и с правой стороны то есть я так я реально очень до хрена танканул в этой снаряги и это просто великолепно ничего тут не скажешь возможно я куплю себе отдельно подобный нагрудник уже буду с более высокоуровневым грудокомник потому что реально защищает это крут это офигенно даже гранату в упор танкануть я смог то есть что я сколько танкану первая вторая третья граната три граната он оттанковал включая два молотовых я не знаю даже как видос этот назвать танк в ну получается да назову как нибудь танк в арена breakout что-то в этом духе потому что но это реально машина а танковый в руках профессионала который знает откуда кто как и зачем почему я думаю это броня сделает игрока практически неуязвимым в некоторых моментах но но чуть-чуть блять от жаль я прям чуть-чуть налево наверх не довернул вот чуть бы наверх налево довернул бы и вышел бы из этой ситуации еще победителем если бы я из этой ситуации еще победителем вышел это был бы вообще крах это можно спокойно смело считать дисбалансный бой было бы но что вышло то вышло причем куда куда он меня вынес куда сам последний выстрел в руку он убил меня в правую руку ахиллеса победили выстрелив ему в ногу а меня победили выстрелив мне в руку ну да рука ладошка была не защищена там видимо я простудился когда у меня его прострелил и поэтому поэтому все пробивание 13 базовый урон 67 62 на 39 лпшный снаряд правая кисть распространение урона и голова когда сломанная конечно получает дополнительный урон она распространяется на остальные части тела своевременно лечите поврежденные части тела при помощи да просто было уже уже все а у него какие травмы покажи-ка мне какие травмы противник то есть он тоже был практически фулов у минус две ноги вот он прыгнул я им как раз таки до покосил ноги эффективный урон 192 поглощение уровня броней 11 545 на 39 пп рука по руке немножко наверх остался плюс-минус целом здоровым у него тоже небольшая броня по моему трешечка до 4 ручкой по моему что такое на нем надета молодец молодец что прыгнул это ему позволило выиграть а с вами был я ван грешник подписывайтесь на канал ставьте лайки называть про колокольчику из следующих сериях видосов и так далее посылать в описании скорд сервер и поддержка канала всем хорошего настроения мне понравилось тяжелое броня всем пока